Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Из-за сильного снегопада в Воронеже транспортный коллапс. Машины вязнут во дворах, а графики автобусов сбиты. Местные СМИ пишут, что снегопад в регионе четвертый день подряд. На круглосуточную уборку выведена вся техника, а ночью придется перекрыть движение по нескольким улицам в каждом районе, заявил губернатор Александр Гусев. Ледяной дождь в Ростовской области шел несколько дней. Движение трамваев стало в Ростове-на-Дону из-за налипания льда на провода и их обрывов, сообщили в Дептрансе города. Не ходят и некоторые троллейбусы. Линии повреждены сразу на нескольких улицах, их уже восстанавливают. На улицах очень скользко и дул ураганный ветер. В селе Каменка из-за обледенения проводов полыхнул фонарный столб. В общей сложности из-за непогоды без света сейчас около 100 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Никлиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксайском районе. Из-за аварии на высоковольтной линии 110 кВт в Аксайском районе без света остаются жители Пролетарского и Первомайского районов Ростова. Обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов. Аварийные бригады работали над восстановлением оборванных из-за обледенения линий всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас. В Ростове-на-Дону полностью отменили занятия в учреждениях культуры и спорта. Циклон Джаспер уже достиг побережья Австралии и нанес повреждения в штате Квинсленд. В порт Дугласе из-за порывов ветра повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Сейчас тропический циклон медленно выходит на берег, как система второй категории. Ожидается, что циклону потребуется несколько часов, чтобы полностью пересечь побережье из-за его размера. При этом власти предупреждают о возможных сильных наводнениях. В результате сильных проливных дождей, прошедших за последние несколько дней, во Франции объявлен в 10 департаментах оранжевый уровень опасности наводнений. В 44 других департаментах, в том числе в регионе Оль-де-Франс, объявлен желтый уровень опасности. Дожди, охватившие Францию, привели к подъему уровня воды в реках и выходу их из берегов. В результате чего в ряде городов отмечается затопление улиц и некоторых зданий. Пока ситуация остается под контролем, но дожди в регионе продолжаются. На северо-западе Саудовской Аравии продолжаются сильные дожди. В регионе Табук, сильный град и наводнения обрушились на Аль-Зейту. Также сильное наводнение из-за проливных дождей в Аль-Хиджра, в Меке и в Абхур, в Джиде. Улицы превратились в сплошные реки, отрезанными оказались целые районы. Затруднено дорожное движение, а местами и вовсе невозможно. Сильные проливные дожди принесли наводнение и в Индонезию. В результате сильно затоплен оказался район Гёдебаги в Бандунгё на западной Яве. Необычные облака наблюдали жители Майами в штате Флорида. Это явление называется полосатые слоисто-кучевые облака. Они всегда располагаются на небе ровными рядами. В отличие от тёмных туч серых облаков, они никогда не предвещают дождей. Скорее наоборот, обещают хорошую погоду. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.